К другим новостям. Автопарк электротранспорта продолжает обновляться. В депо на Карва-Либнихта доставили новый троллейбус. Низкопольная машина яркого желтого цвета совсем скоро выйдет на городские маршруты. И это не все перемены в работе предприятия, которые жители Мурманска увидят уже в этом году. Предприятие электротранспорт ежегодно старается покупать новые машины и заменять исчерпавший ресурс. В этом году в планах у руководства компании покупка 12 троллейбусов. Несколько из них были приобретены в начале года. И вот в депо доставили очередную машину яркого канареечного цвета. Новое транспортное средство, отмечает водитель Елена Иусова, намного удобнее. У него и ход мягче, и салон выглядит современнее. Работать на таких троллейбусах приятно. И ручник удобный, не надо напрягаться. И обдув кабины водителя, он не шумный. Гидроусилитель он не шумный, не давит на уши. Это тоже немаловажно. Потом торможение плавное. Когда трогаешься, тоже это плавно. Для пассажиров это удобно, приятно. Ну и обновление салона, кабины. Большой простор. Управление рядом. Новый троллейбус, низкопольный и с пандусом, был произведен в Вологодской области. Передвигаться в нем без особых проблем смогут и инвалиды. И обновление парка техники не все новшества, которые в 2017 году ждут клиентов электротранспорта. Например, уже введен дополнительный рейс автобуса первого маршрута. По инициативе ветеранских организаций Мурманска, помимо традиционных 10 и 11 часовых утренних автобусов, теперь единица с автопарка будет отъезжать еще и в 10.25. Второе, у нас много было обращений с улицы Подгорной о том, что предприятия там начинают работать в 7 часов утра. И возможности добраться к этому времени, они есть, но очень сложно. Особенно нет связи с Ленинским районом. И с 20 марта мы планируем тоже в экспериментальном порядке ввести рейс по 11 маршруту. Вообще этот маршрут работает от улицы Мира до Нефтебазы, но он пойдет с Ленинского района, из нашего второго депо, с улицы Свердлова, по проспекту Героев-Североморцев. И далее уже с улицы Гнеповича по 11 маршруту до Нефтебазы. Планируется поработать и над внешностью мурманских троллейбусов и автобусов. Машины основательно почистят, некоторые уже к осени перекрасят. Также в связи с тем, что дорожное движение в Мурманске из года в год становится интенсивнее, изменится подход к обучению водителей троллейбусов и автобусов. А для пассажиров напечатают памятки, как правильно вести себя в салоне автотранспорта и что делать при ДТП. Эти меры позволят сделать передвижение в общественном транспорте безопаснее. Продолжение следует...